Меня зовут Любомир Ференс. Спасибо всем, что нас смотрите. Это YouTube-канал Львив Мэдия. Сегодня мы хотим отойти немного от привычного формата. То есть каждый день мы выпускаем одно интервью с российским военнопленным. Но сегодня исторический день, потому что Херсон, город-герой Херсон, деоккупирован от россиян, официально вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Это, припомню, единственный областной город, город областного значения, который смогли взять россияне от полномасштабного вторжения в Украину от 24 февраля 2022 года. Давайте немного припомним, почему это случилось. В среду, 9 ноября, прокремлевское издание РИА Новости сообщило, что новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине Российская Федерация перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон. Прямая речь Суровикина. Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр по левому ее берегу. Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, и соединение займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. И сообщается также, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону оккупантов по рубежу реки Днепр. «Приступайте к отводу войск». Суровикин также заявил, что якобы Украина в боях на Херсонщине потеряла 9,5 тысяч бойцов, а Россия в 7-8 раз меньше. Вот такая математика от россиян. Конечно, все это очень спорно, и скорее всего это неправда, потому что если бы потери россиян были в разы меньше, они бы не отступали от Херсона. Херсон, он находился в оккупации фактически с 1 марта 2022 года, то есть россияне зашли в город и держали его в оккупации. Те, кто следит за нашим интервью, то они могут себе припомнить разговоры с российскими военнопленными, которые, например, там был один, который говорил, что целью было взять Одессу и там возвратить какие-то исторические территории в лоно России. И типа, как бы украинцы должны были бы быть согласны с этим возвращением, потому что на этих землях украинских, там Херсонской области, Одесской области, Николаевской области, как бы есть поддержка от украинцев. Давайте посмотрим кадры с начала марта, тогда, когда россияне зашли в Херсон, и как они встречали российских оккупантов. Домой! 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 То есть там не было ни цветов, ни ковров, ни шампанского. Украинцы выходили с украинскими флагами, протестовали. Они не хотели видеть россиян в Херсоне. Это длилось не очень долго, потому что российские войска включили в Херсонской области и в Херсоне террор. Они начали людей запугивать, также арестовывать. Они применяли насильство к жителям Украины, бросали на подвал. Также, если мы говорим о цифрах, то с начала оккупации Херсона и Херсонской области область покинула около 50% населения этой области. Цифры говорят сами о себе. То есть вот сколько людей хотели видеть россиян у себя на украинской земле. И я уже сказал, что россияне занимались там террором. Они фактически мародерили, убивали, насиловали местное гражданское население. И вот когда вооруженные силы Украины вошли в Херсон и в Херсонскую область, мы можем сейчас послушать те сведения, которые дали местные жители, и что они говорят о россиянах и о их деяниях в Херсонской области. Кто-то может сказать, зачем мы все это рассказываем и показываем. Мы знаем, что у нас большая российская аудитория. Знаем, что то, что мы говорим, не покажут по федеральным каналам. Также мы подготовили немного видео, как украинцы встречали вооруженные силы Украины в Херсоне. И хотим также, чтобы и россияне увидели, что украинцы ждали вооруженные силы Украины, потому что 8 месяцев оккупации это очень долго. Они скандировали, встречали с цветами украинских солдат и были ихнему заходу в Херсон очень рады. Лава СССР! Лава СССР! Лава СССР! Ура! Сейчас также мы вам покажем кадры, как украинцы, жители Херсона и Херсонской области встречали полк Азов. Мы специально выделили эти кадры, потому что для большинства россиян под действием российской пропаганды есть такая легенда. Это все неправда, конечно, что азовцы это нацисты и местное население как бы пребывает по их угнетениям. Вот смотрите сами, как люди радуются заходу бойцов Азова в Херсонскую область и в Херсон. На следующих кадрах мы также их выделили. Люди скандируют «Слава нации! Смерть врагам!». Для большинства россиян это бандеровская гасла, это бандеровская кричалка, но она сейчас очень популярна и в Херсонской области, на юге Украины. То есть, когда мы говорим о бандеровце, это всегда запад Украины, так это Галичина, но времена меняются. И после деяний расистов, российских оккупационных войск, люди с радостью скандируют «Слава нации! Смерть врагам! Слава Украине! Героям слава!». «Слава Украине! Героям слава! Смерть врагам! Смерть врагам! Смерть врагам! Смерть врагам! Смерть врагам!» Здесь вообще интересная ситуация сейчас складывается, потому что Дмитрий Песков, это пресс-секретарь Владимира Путина, он заявил, что несмотря на выход из Херсона, Российская Федерация не отказывается от Херсона. И вообще это все смешно, потому что был проведен так называемый псевдореферендум, и части Херсонской области, город Херсон, они вошли в состав России. То есть, если смотреть с юридической точки зрения, для Российской Федерации Херсон это то же самое, что, например, там Самара или Воронеж, это как бы субъект Российской Федерации, и сейчас российские войска, они покинули Херсон и Херсонскую область, то есть часть Российской Федерации. Россияне в своей пропаганде, та же, я всегда говорю, Симоньян, там Скобеева или Соловьев, они всегда подчеркивали, что Россия вот пришла навсегда, она там будет навсегда, и что русские своих не бросают. Также они часто говорили, что Украина это failed state, то есть государство, которое не состоялось, и сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели кадры, как украинские жители срывают с билборда в Херсоне надпись, билборд, Россия здесь навсегда, и что они думают о мнении Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Пескова, и вот этой всей шоблы братьев, которая крутится и делает пропаганду вокруг российского правительства. Если мы говорим о failed state, то я хочу сказать, что скорее всего Россия сейчас это несостоявшаяся страна, несостоявшаяся империя, потому что она не контролирует города, которые оккупировала, она не контролирует армию, свою армию, которая бежит, поджав в хвост с украинского Херсона. Что я хочу сказать нашей российской аудитории? Это только начало, это большое начало деоккупации украинских земель. Еще раз подчеркну, что Херсон это единственный областной центр, который россиянам удалось взять с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года. Они хотели оккупацию этого города, сделать этот город, сделать плацдармом для последующего взятия Николаева и Одессы, но им ничего не вышло. Украинские вооруженные силы идут, они все ближе к Крыму. Еще немного осталось, и украинские вооруженные силы смогут войти в Крым. И поэтому хочу сказать, слава Украине, героям слава, мы идем. И мы помним каждого солдата, каждого мирного жителя, который отдали свои жизни в борьбе за нашу независимость и свободу.